МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Гигиена и безопасность, разработанная студенткой терминал, поможет ускорить входной фильтр на предприятиях и организациях. Полторы тысячи семей по программе устойчивое развитие сельских территорий молодые семьи могут обзавестись жильем. Три девицы под окном в музее Сейспеля проходят мастер-классы по предению. В Алатаре появится музей русской провинции. Он будет размещен в Краевеческом музее. В прошлом году его модернизировали в рамках празднования столетия Чувашии. Сегодня глава республики Олег Николаев посетил музей, оценил проделанную работу и обсудил с работниками планы на будущее. Еще два года назад двухэтажное деревянное здание находилось в удручающем состоянии. Однако в 2020 году его капитально отреставрировали. Следующим шагом станет создание открытого пространства вокруг музея. Это будет благоустроенная территория с новыми дорожками, скамейками, природным ландшафтом. Мы получили современное пространство, очень красивое, уютное, комфортное, теплое, светлое. Позволяет дальше здесь сделать, конечно же, замечательное пространство, музейное пространство, для того, чтобы это было местным притяжением не только, конечно же, гаража, но и тех людей, которые приезжают сюда. Сама экспозиция «Русская глубинка» в миниатюре. Будет воссоздан быть жителей Алатарского уезда прошлых веков. Она станет наглядным пособием для школьников по изучению исторического наследия. Есть отклики людей, которые позитивно оценивают. И самое главное, для них уже это здание является местным притяжением, предметом воспоминаний и соответствующих мечтаний о новых образах города. Вот это самое главное. Значит, город будет дальше развиваться, а мы будем поддерживать. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Глава Чуваши Олег Николаев встретился с депутатами Государственного Совета Республики. На встрече обсудили актуальные вопросы повестки дня и наметили планы на будущее. Напомним, в этом году жителям Республики предстоит выбрать новый парламент. Только совместная работа может принести результаты. С этим согласились все присутствовавшие на встрече. Депутаты, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией опасного вируса, активно вели законно-творческую работу. Принято 114 законов, из них 68 внес глава Чуваши. У нас в Чувашской Республике принимаются самые извешенные и юридически чистые законы. Можно сказать, всегда прокуратура их поддерживает, и не было таких отклонений. О некоторых поговорили чуть подробнее. Законы о детях войны, об увеличении размера республиканского материнского капитала, о величине прожиточного минимума, о поддержке предпринимателей и другие сняли некоторую напряженность в обществе и отчасти снизили негативные последствия пандемии. Немалый инициатив шло от городских и районных собраний. Так, депутаты ЧГСД обратились в госсовет с просьбой рассмотреть альтернативные меры поддержки многодетным семьям. Предоставление земельных участков многодетным семьям на сертификат или денежные выплаты. Это регионы уже, четыре региона в Приворске федеральной округе к этому пришли. И без обоюдного согласия, без решения органов исполнительной власти, такой закон рассматривать, конечно, нельзя. Я вот считаю, что если прийти там и в послание где-то, это было бы неплохо. Закон о детях войны очень нуждается в материальном наполнении. Глава Чуваши ответил, что работа в этом направлении ведется и в ближайшее время будут представлены предложения по финансовой и льготной поддержке. Отдельная тема разговора, предстоящие в этом году выборы депутатов в Государственной Думе России и Государственного Совета Республики. Перед парламентом стоит задача привести нормативную базу в соответствии с законодательством и принятыми поправками в Конституцию. Требует уточнения порядок формирования избирательных фондов. Кроме того, активно обсуждается возможность выборов глав местных администраций. Олег Николаев призвал парламентариев активно участвовать в общественном обсуждении этого вопроса. Такие вопросы, которые являются серьезно общественно значимыми и волнующими общество, должны, конечно, находить место и в вашем обсуждении, в формате парламентской слушания, с тем, чтобы народ поучаствовал в этом процессе, ну и услышал мнение парламента и самое главное видение. В разговоре участвовали представители всех партий, представленных в парламенте. Их интересуют вопросы реформирования местного самоуправления, обеспечения жильем детей-сирот и многодетных семей, экологические проблемы, связанные с переработкой ТКО, рекультивацией свалок, создание пунктов передержки бездомных животных в районах республики. Это уже третья встреча за год главы региона с депутатским корпусом. Очень хороший диалог, и мне понравился, главные были все. Вопросы обсуждались те, которые мы поднимали в течение 2020 года. И коммунисты, и ЛДПР, и мы, и Справедливо Россия, и именно все было по существу и по делу. Глава Чувашской республики Олег Алексеевич настроен на выстраивание конструктивных отношений, на конструктивный диалог с разными партиями. Необходимо увеличить финансирование на приобретение жилья для многодетных семей, это где 5 и более детей. Такая проблема существует, но тенденция идет такая, что финансирование из года в год идет уже с ростом, с увеличением. Мы, безусловно, удовлетворены тем, что встречи с главой Чувашской республики проводятся чаще, как минимум на сегодняшний день в три раза чаще. Мы выражаем надежду на активное взаимодействие и с главой Чувашской республики, и с администрацией его главы. И сегодня выразили несколько пожеланий, касаемо взаимодействия с органами местного самоуправления. Такие встречи положительные, мы их оцениваем положительно, и будем надеяться, что этот конструктив нам удастся сохранить, несмотря на то, что, как я уже сказал, год предвыборный. Но самая главная цель у нас у всех – это, безусловно, благо жителей Чувашской республики. Такие встречи с народными избранниками помогают органам власти быть в курсе дел, оперативно решать актуальные вопросы и определять приоритеты в работе. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. Крещение Господне – праздник, завершающий череду рождественских гуляний. Одна из его традиций – окунуться в прорубь, вода в которой считается целебной в эти дни. В Чувашии для желающих подготовили 158 купелей. Морозы помешали прийти к прорубям большому количеству людей. Крепкий лед снизил возможные риски. В Крещенскую ночь все прошло без происшествий, травм и несчастных случаев. Я напомню, что на территории республики у нас было подготовлено 56 мест для крещенских купаний на водных объектах. Если взять по городу Чебоксары, то безопасность проведения данного мероприятия у нас обеспечивали сотрудники МЧС, поисково-спасательные службы ГКЧС Чувашии, МВД, Минздрав. В стадии повышенной готовности находились и медики. За первую ночь крещения с 18 на 19 число обращение по линии скорой помощи не зафиксировано, но люди будут продолжать скупаться всю эту неделю, поэтому возможно обращение. Краткие рекомендации к тем, кто все-таки не побоялся холодной погоды и пошел купаться. Соответственно, надо купаться там, где отведенные места, никакого алкоголя. Купание противопоказано людям с болезнями системы кровообращения, то есть у кого повышенное, пониженное давление, различные хронические тяжелые заболевания. Находиться в воде рекомендуется не дольше одной-двух минут. После выхода лучше растереться махровым полотенцем и поспешить в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. Ульяна Пятакова, Маргарита Мельникова, Сергей Копеев, Республика. Проблемой нехватки молодых специалистов на селе, вероятнее всего, скоро останется в прошлом. Благодаря реализации госпрограммы устойчивое развитие сельских территорий, молодые семьи могут обзавестись собственным жильем. В Республике социальные выплаты на строительство и приобретение жилья только в 2020-м получили около полутора тысяч семей. Одна из них – Александр и Анжелика Аврамовы из Вурнарского района. Это была мечта, которой они шли долго. Двухэтажный дом в поселке Вурнар Александр и Анжелика начали строить в 2017 году. К строительству они подошли основательно. На возведение фундамента и постройку здания супруги использовали собственное накопление. А дальше завершить строительство помогли средства госпрограммы. Этот Новый год молодая семья наконец встретила под крышей собственного дома. Сумму нам дали 678 тысяч. Программа называется «Устойчивое развитие сельских территорий». Больше полдома сами построили, а другую часть уже помогло государству. Внутреннюю отделку мы этими деньгами все сделали и вот сейчас уже жить начали как бы. С самого детства у Александра тяга к технике. У Аврамовых свое фермерское хозяйство и почти 40 гектаров земли, где они выращивают картофель и возделывают многолетние травы для скота. У них 6 коров. 5 лет назад семья получила грант в 1 миллион 100 тысяч рублей. На эти средства закупили гребнообразователь. В планах расширить хозяйство. С малых лет мы, получается, работали в сельской сфере. Родители работали, мы им всегда помогали. И нам это нравилось. После школы помогали. В 2015 году открыл фермерское хозяйство. В дальнейшем планируем увеличить пассивные площади и поголовье скота. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Семья – это очень важная часть своей жизни. И неотъемлемой ее частью является именно то место, где мы находимся, пребываем, разговариваем, весь уют, то место, где тепло. И вот сейчас, благодаря поддержке, у нас это место есть. Механизм государственной поддержки работает активно, благодаря чему люди могут здесь и сейчас решить многие насущные проблемы. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Поддержка молодых и талантливых всегда была одной из главных задач органов власти. Стали известны имена победителей ежегодного конкурсного отбора на получение специальной стипендии главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. Среди них и сотрудники нашей телерадиокомпании. Напомним, что в прошлом году в положение были внесены изменения. Глава Чуваши услышал просьбы молодых людей о пересмотре механизма назначения стипендий. Теперь ее можно получать и повторно. Расширены и формы поддержки. Молодые исследователи, победители Олимпиады и конкурсов, отличники учебы, волонтеры и спортсмены боролись за звание стипендиатов. Ведущая утренней программы нашего канала Ирпулзан Юлия Адюкова в 2014 году уже получала стипендию. На эти средства она смогла осуществить свою мечту и побывать в детском лагере Артек. Подавая заявку в этот раз, она и не рассчитывала на победу. Мои наставники, люди, с которых я беру пример, эту стипендию получали 3-4 раза. И, конечно же, у меня тоже была такая мечта, чтобы я хотя бы второй раз, третий раз смогла получить эту стипендию. И эта мечта у меня сбылась, можно сказать. Я, конечно, не буду останавливаться. Буду и в дальнейшем работать на национальном телевидении Чуваши. Я надеюсь, и в третий раз, и в четвертый раз у меня будет мечта, и я стану стипендиатом. Ведущие национального радио Чуваши Ирина Лампасова и Мария Шигарова также удостоили стипендий главы республики за особую творческую устремленность. Мы организовываем разные встречи, мы придумываем разные проекты, а самое главное, мы растем в профессиональном плане. Я думаю, что это очень круто, что в нашем регионе существует специальная стипендия для яркой и целеустремленной молодежи. Помимо работы массу свободного времени седала общественная деятельность, и поэтому я вдвойне благодарна за столь высокую оценку моих стараний. Быть стипендиатом – это не только награда, но и большой стимул идти вперед. Стипендиаты готовят новые интересные проекты, с ними они хотят поучаствовать и во всероссийских конкурсах. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Пять секунд – это много или мало? Чтобы выпить горячий кофе – мало, чтобы приложить карту и пройти в здание – много. Но даже из-за этих секунд на проходных на заводах в вузах и школах могут образоваться очереди, особенно по утрам. Помочь может биометрический терминал с тепловизором. Его разработала первокурсница Чувашского государственного университета имени Ульянова Анна Маслова. Разработанный терминал способен за считанные секунды измерить температуру тела человека, проверить наличие маски на лице, зафиксировать время прибытия в учреждение и разрешить проход на территории при отсутствии признаков болезни. При несоблюдении любого из правил посещения терминал оповещает посетителя голосовым сигналом. Сейчас терминал испытывается на проходной одного из факультетов университета. В дальнейшем его планируется задействовать на всех входных группах зданий. Там, где термометрия посетителей очень важна. Уже к концу января еще один терминал планируют установить в одном из общежитий столицы. С начала пандемии я заметила, что при измерении температуры и проверке наличия маски возникают большие очереди, и мне пришла идея создать такой продукт, который облегчил бы эту работу. Как раз в сентябре, когда я поступила в Чувашский государственный университет, проходил конкурс грантов, и я решила выдвинуть свою идею. Чувашский государственный университет поддержал меня в этой идее, и мы начали разработку нашего продукта. Преодолевать сложности в реализации проекта Анне помогал преподаватель Владимир Иванов. Такие устройства уже на самом деле есть. Тепловизоры давно существуют, сенсорные мониторы тоже есть. Задача стояла все это объединить и создать устройство по цене гораздо дешевле со своим программам с печеньем, над которым студенты в течение полугода и работают. Создали образец, его внедрили, уже почти два месяца они его тестируют. Выявлены определенные ошибки, которые исправлены, и идет дальнейшая модернизация этого оборудования. В планах у студентки и преподавателя добавить в биометрический терминал новые функции. Например, пропуск людей по отпечаткам пальцев. Инесса Потапова, Александр Отяков, Республика. В 2020 году работники культуры Мариинско-Пасадского района сняли фильм-реконструкцию строителям безмолвных рубежей. О том, как он снимался в нашем репортаже. Центральная районная библиотека вела работу над созданием электронного издания «Читать, знать, помнить». В раздел которого вошли воспоминания участников строительства оборонительного рубежа на территории Мариинско-Пасадского района. Эти люди и стали прототипами героев этого фильма. Драматургией всегда заниматься сложно. Сначала мы ищем первоисточники, ищем документы, воспоминания. Главное прочувствовать, о чем мы пишем. Наша задача была провести параллель прошлого и настоящего. Мне кажется, мы этого достигли. Строительство сурского и казанского оборонительных рубежей – одна из самых героических страниц в истории Чувашии. Это настоящий подвиг более чем ста тысяч людей в тылу, который заслуживает особого внимания и изучения. Но еще важнее показать современной молодежи эмоции, душевный порыв, веру и надежду, которыми жили люди в те годы. В фильме я играл председателя колхоза. Ну, такой, да, строгий дядька, серьезный. Потому что время было такое, работа была тяжелая. Я хотел будущему годовому поколению передать, что вот так жить, как они сейчас живут, ничего, не мечтая ни о чем, ничего не делая, так нельзя. Наши деды даже в трудное время все равно о чем-то мечтали, что-то хотели достичь, добиться. И они до этого добивались и делали это. Да, неимоверными, неусильными, да, тяжелым трудом. Но они это делали. На приглашение принять участие в съемках фильма откликнулись многие. О великой стройке жители Мариинско-Пасадского района знают от своих родителей, бабушек и дедушек. Съемки начались 28 октября. Ведь именно в этот день, в 1941 году, началось строительство оборонительных рубежей. Мы приехали с села Покровское в Карабашское сельское поселение, там, где проходит Казанско-Сурский рубеж. Осмотрелись, выбрали места, пока люди у нас переодевались в костюмы по моде военных сороковых, так скажем. И материал мы отняли буквально за 5-6 часов. Сложность была в том, что надо окунуться в 1941 год. А в селе Покровское, хоть оно и небольшое село, все-таки есть какая-то современная инфраструктура. То магазин в кадр попадет, то дорожные знаки. 25 января, в день завершения строительства оборонительных сооружений, в Мариинско-Пасадском районе пройдет культурно-образовательная акция. Во всех домах культуры, библиотеках и образовательных учреждениях будет организован показ фильма «Реконструкции строителям безмолвных рубежей». Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. «Возвращение шедевров» выставка с таким названием открылась в стенах Чувашского государственного художественного музея. Подробнее об этом в следующем сюжете. Здесь можно познакомиться с легендарными работами российских художников. Одуванчики Левитана, Осень, Фешина и многое другое. Всего свыше 70 работ. Шедевры мирового искусства были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря. Отсюда и название выставки «Возвращение шедевров». Над коллекцией художественного музея работали 17 художников-реставраторов. Столь дорогая масштабная реставрация стала возможной благодаря участию в проекте «Золотая карта России». Третьяковская галерея устраивает в своих залах экспозиции с фондов региональных музеев. Непременные условия – полотна должны быть отреставрированы. Это условие было выполнено коллекцией ЧГХМ. С успехом демонстрировалась в одном из самых престижных выставочных центров с марта по август 2020 года. Произведения на данную выставку были отобраны заведующей экспозиционным отделом Третьяковской галереи Дивовой Ниной Глебовной. Акцент был сделан на произведения русского реалистического искусства. Рубежные произведения, так называемые, и представители изобразительного искусства из нашей республики, выпускники Академии художеств, которые тоже как-то вписывались в ее концепцию. В числе 74 авторов есть наши два художника – это Кокель, Алексей Афанасьевич и Никита Кузьмич Сверчков. Если сравнивать картины, то, что были еще в 80-х годах прошлого века, в 90-х и так далее, разница есть. Можно увидеть новые светлые мазки, краски, живые картины обновленные, естественно. А тогда мы ходили, глядели, картины были уже тогда, были в таком состоянии, что потрескалось верхний слой краски и так далее. После двухлетней разлуки горожане наконец смогут увидеть любимое произведение. Выставка продлится до 24 января. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Имя Михаила Васильева известно не только в Чувашии, но и в России, и за рубежом. Этот человек притягивает к себе разные предметы. Моя коллега Наталья Мальчикова пообщалась с единственным в своем роде человеком-магнитом, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Обычный человек с необычными способностями. Михаил заметил эту странность своего организма, как он говорит, еще в возрасте Христа. Поначалу притягивались мелкие предметы, но чем дальше, тем больше. Это мел, 43. Сегодня при собственном весе в 55 килограммов он удерживает грудью мраморную, гранитную плиту и даже целую конструкцию общим весом более 100 килограмм. Как это происходит, не объяснить даже с помощью законов физики. Просто положить и придержать? Как они держатся? Это просто удивительно. Как это происходит? Ответ на этот вопрос искали ученые и врачи, но разгадать загадку так и не смогли. Сам же Человек-магнит считает, что все это пришло к нему свыше. В разные годы Михаил активно участвовал во всевозможных шоу-талантов по всему миру. Тоже раз взял, притянул 7 килограмм, потом 17 килограмм, потом 20. Так, нарастал, нарастал, где-то 107 килограмм я удерживал. Ну и уже хватит, думаю, хватит, железо, железо, ладно. Могу ли я мрамор удерживать или нет? А наш телекстрик считается, не проходим электричество. Раз мрамор удержал, прошло 2 года, стал стекло держать. Прошло 3, еще 2 года, стал бревно удержать. Они не упадут. Нет, может быть, вы там приклеили, давайте проверим. Давайте проверяем. Это как-то очень удивительно. Видите, ни на чем они не держатся. Это просто книга. Имя чебоксарца, удерживающего на груди предмета весом более 165 килограммов, занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а также в Книгу рекордов Планет. К примеру, на этом снимке зафиксирован вес железобетонных конструкций 133 килограмма. Это при весе самого рекордсмена, тогда в 68 килограммов. Такого количества разных вещей, пожалуй, еще никто не примагничивал. Без лишней скромности Михаил отмечает, что с удовольствием пожал бы руку тому, кто мог бы повторить его рекорды. Но пока такого нет. Человек-магнит нашел своему сверхъестественному дару и практическое применение. Он лечит некоторые недуги. Михаил – приверженец здорового образа жизни. С женой они воспитали троих детей. Его способности передались и младшему сыну Ивану. Когда я был очень-очень маленький, я обнаружил этому отец. Я такой же обычный человек, как и все. Я благодарен своему отцу за воспитание. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика. В музее Михаил и Сеспеля стали проводить необычные мастер-классы. Детей и взрослых учат прясть. Тему продолжит Мария Шоклева. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Теперь в Чебоксарах можно окунуться в старинную сказку. Так, сильнее крути правой рукой. Сейчас левой сюда, держи. Мастер-класс по придению проходит в музее Сеспеля не случайно. Мама поэта очень увлекалась этим ремеслом. Днями, ночами, как только в свободное время от хозяйственных работ, Агафья Николаевна все время приходилось это делать. И мы тоже хотим знакомить посетителей наших, что делали в хозяйстве у Михаила Сеспеля в семье. Прялки и веретена сотрудники принесли из дома. Часть взяли у коллег из Национального музея. И сейчас здесь могут одновременно заниматься восемь человек. В старину говорили, какова нить, такова и жизнь. Раньше женщин-рукоденец считали немножко волшебницами, которые знают тайны природы. Ведь прясть получается далеко не у всех. Вот! Все рвется и ничего не получается. Мне кажется, что я ее очень сильно чену, поэтому... Поэтому вот так вот. А вот Даша Юрусова придет уже не первый раз. Знает многие секреты тонкой и ровной нитки, главной из которых – усердие. В музее мне подарили веретено с пряжей, так что я могу тренироваться и дома. Вечером, когда сделала все уроки, сажусь, и процесс прямо завлекает. То, что научилась прясть, мне даже это помогает иногда вот ночами привести свои мысли в порядок. До четырех утра иногда не получается остановиться. Все мысли уже в порядке, на своих полках, и в голове чисто. Скоро в музее Сейспеля появится еще один мастер-класс. Здесь будут учить вязать. Мария Шоклева, Павел Иритков, Республика. Это были главные новости вторника, 19 января. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова